Ёлка пихтат, она сырость не любит, она гниёт быстро очень доска. Сделать подполье, но через два года придётся переделывать. Она сгниёт, потому что уже доска гнилая. Два месяца прошло после потопа, но до сих пор жители Канска не могут оправиться от большой воды. И подоспевшая помощь не радует. Кому-то привезли доски, непригодные для строительства, а кому-то и вовсе только заборную доску. Я говорю, у людей, у которых не было воды, даже в домах, я смотрю, доски обалденные привезли, 6-метровые, хорошие. Тут полностью дом затонул, они мне полкуба привезли досок. Люди не знают, как будут в этом году зимовать. Просушить свои жилища некоторые даже уже и не надеются. Пробуют откачивать воду, отсыпают подполье, но эффекта мало. Несмотря на то, что пиломатериалы получили, большинство пострадавших в этом году не планируют перестилать полы и ремонтировать свои подвалы. Всё дело в том, что в них до сих пор стоит вода. И, похоже, до наступления холодов она вряд ли уйдёт. Заготовки в этом году делать точно не будем, говорят пострадавшие. Хранить негде, да и делать не из чего. В огородах всё стоит колом. И даже заборы накренились. Штакетник и бруски напряжение. Ещё привезут столбики. Просто их пока нет. Но они их в плане у них привозят, и мы начинаем всё менять. Валерий Ершов пиломатериалами, которые ему привезли, один из немногих доволен. Говорит, доски для дома уберёт до следующего лета, а изгородью займётся уже осенью. Я переживаю, я тут 30-й год живу, 4-ю год. Такая помощь, первый раз в моей жизни, в моей практике. Привезли, нам хватает. Доски нормально. Согласно реестру пострадавших, в пиломатериалах нуждаются ещё 40 семей. Это около 100 кубометров древесины. То, что сейчас людям развозят, добровольная помощь лесопереработчиков. Поэтому и возникают такие недоразумения, когда кого-то обделили, а кому-то привезли то, что надо. Отмечают в Каннской мэрии. И обещают разобраться. Поддержат и те, кто лишился во время паводка урожая. Сейчас обрабатываются запросы от населения и к осени планируют решить вопрос с овощной гуманитаркой. Анастасия Мосин, Александр Шумилин, Енисей, Новости.